Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастор Церкви Волны из штата Вирджиния. Спасибо, что смотрите нас. Сегодняшняя тема называется «Это вечеринка, и вы приглашены». В этой программе вы узнаете, что у Бога нет каких-то требований или условий для того, чтобы вы приходили к Нему. Он любит вас такими, какой вы есть. А христианство – это то, чему можно радоваться и чем можно наслаждаться. Давайте-ка прямо сейчас перейдем к этому вдохновляющему посланию. Вы узнаете, что Бог любит вас такими, как вы есть. Что нам нужно достигать тех, кто его еще не знает. И что такое нездоровые отношения. Обо всем этом по порядку, но вначале я хотел бы приветствовать всех, кто смотрит нас в этот потрясающий день. Итак, давайте смотреть проповедь. Сегодня мы начинаем новую серию проповедей. Она называется «Это вечеринка, и вы приглашены». Скажите «Вечеринка». Привыкаете к моему акценту, потому что такой акцент будет на небесах. Я вас предупредил. Это вечеринка, и вы приглашены. У нас такой Бог, который приглашает нас. Вы когда-нибудь ждали приглашения на вечеринку? Может, в школе, в старших классах или в колледже вы слышали о какой-то вечеринке и надеялись, что вас пригласят. Или же ваш ребенок женится или выходит замуж, и вам нелегко решить, кого пригласить на свадьбу. Мы, как пасторы, хотим иметь близкие отношения с максимальным количеством людей, но на свадьбу всех не пригласишь. Количество мест в ресторане ограничено, бюджет также ограничен. К тому же, это не моя свадьба, а детей, поэтому там будут их друзья, а не мои. Кто-то однажды сказал мне, «Мне так обидно, что вы не пригласили меня на свадьбу ни одного из своих детей. Так и хочется сказать на это, повзрослей, не будь ребенком». Как ты смеешь мне такое говорить? Теперь я даже рад, что не пригласил тебя. Что за поведение? Ну, давайте будем честными. Итак, бюджет не безграничный, количество мест ограничено, но слава Богу. Бог так не думает. Наш Бог приглашает. Слава Ему, что наш Бог реальный и истинный. Но есть разные религии, и одна из них учит, что на небо попадут только 144 тысячи человек. Если сейчас на земле более 7 миллиардов, не считая всех тех, кто жил до этого, то мои шансы попасть на небо просто ничтожны. Другая религия учит. Они говорят, что к Богу можно только приползти, ну, как червяк, скажем, и доказать свою пригодность. В мормонской церкви они не говорят об этом открыто, но это правда. «Нужно носить святое нижнее белье». Слава Богу, Бог не говорит, «Перед тем, как пустить тебя на небо, мне нужно проверить твое нижнее белье». В саентологии, если вы развиваете свой интеллект, и если вы докажете, что ваши интеллектуальные способности заслуживают внимания, то вас впустят в еще одно измерение. Ну, или возьмем, к примеру, масонскую ложу. Они не называют себя церковью, но у них много духовных принципов. Если вы дойдете до определенного уровня, то узнаете настоящие секреты масонской ложи, в отличие от секретов начального уровня. Я знаю об этом, потому что отец моего Шурина был на 33-м уровне в масонской ложе. Это очень темная и зловещая организация. Даже дьявол является как ангел света. Если вас это обижает, то не стреляйте в посланника, а узнайте все сами. Я понимаю, что на начальном уровне эти связи кажутся очень выгодными, особенно для бизнеса, но не забывайте, что даже дьявол может казаться ангелом света. Но, слава Богу, Бог не говорит, что у него есть какие-то там условия, что количество мест ограничено, или что его волнует наше святое белье. Бог просто говорит, приходите, приходите такими, как вы есть. Бог не ограничен вместительностью здания и бюджетом. Он приглашает всех в Царство Небесное. Если вы посмотрите 65-й Псалом, 5-й стих, вы увидите. Там говорится, придите, смотрите на Божие дела, как устрашающие его дела для сынов человеческих. Придите, посмотрите на Божие дела. Знаете, мне это очень даже нравится. Дела Божьи увлекательны для всех людей. Он не выбирает любимчиков, не спрашивает, сколько у вас денег, из какой вы семьи. Он говорит так, придите и посмотрите на удивительные Божьи дела. И они не для избранных и не для элиты, а не для всех. Просто приходите. Бог действительно приглашает нас и даже рассуждает вместе с нами. Разве это не прекрасно? Что сказано у Исаии в 1 главе, в 18 стихе? Тут говорится, придите же и вместе рассудим. Так говорит Господь. Представляете, Бог хочет порассуждать с вами. С вами и со мной, и это замечательно. Давай поговорим, давай обсудим. Что-то вы слишком тихие сегодня. Вы здесь? Придите. Ой, то есть не то. Наверное, я услышал голос ангелов. Придите же. Ну, почти то же самое. И вместе рассудим. Так говорит Господь. Пусть грехи ваши, как багрянец, убелю их, как снег. Пусть красные они, словно пурпур, они будут, как шерсть. Разве это не удивительно? Пусть ваши грехи, как багрянец. Хочу проиллюстрировать эти слова. У меня есть шерсть. Это, кстати, хорошая шерсть. И вот Писание говорит, пусть грехи ваши, как багрянец, убелю их, как снег. Также я принес красную краску, чтобы показать вам что-то интересное. Так, посмотрим. Белое. Новое. Красивое. Еще никто не пользовался. Сейчас я покажу, какие мы с вами. Посмотрите. Меня предупредили, чтобы я не пролил это на себя, потому что это настоящая краска. Вот вам наглядный пример. Посмотрите. Ай-яй-яй. Пусть грехи ваши, как багрянец. Вы понимаете, что это пятно уже не вывести, да? Пусть красные, они словно пурпур. Но Иисус отмывает нас и делает нас белее снега. Вот как Бог видит вас. Смотрите. Он не только не видит того пятна, потому что видит кровь Иисуса на кресте, он вообще не видит никакого греха. Прославьте Бога за это. Давайте рассудим вместе. Бог смотрит на вас через призму Иисуса. Он не видит пятна, потому что две тысячи лет он видел кровь. Давайте вместе рассудим и разберемся с этим. Мне нравится еще один стих Евангелия от Матфея, 11 глава. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Он не говорит, что вам нужно стать монахом, уйти в горы на три года, ни с кем не разговаривать. «Ну и может, тогда вы удостоитесь Царства Божьего». Нет. Он говорит, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, потому что иго моё благое, и бремя моё лёгкое». Я в восторге. Луки, 19, 10. «Ведь Сын человеческий пришел, чтобы найти и спасти потерянное». Аминь. Бог не говорит, «Вы должны найти меня». Он говорит, «Я пришел, чтобы найти вас». Откроем бытие 3 главу 9 стих. «Очень люблю его». Бог возвал Кадаму. «Где ты?» Бог открыто приглашает нас. Но он не просто приглашает, он еще и ищет вас. Адам говорит, «Я был наг и боялся». А Бог спрашивает, «А кто сказал тебе, что ты наг?» Вы хорошо знаете эту историю, но уже в тот момент у Бога был ответ для всего человечества. Он повернулся к Еве и сказал, «Из твоего семени выйдет тот, кто раздавит дьяволу голову». Мессия, Сын Божий, который заплатит за все грехи. Бог не смотрит на худшее в вас. Он хочет выявить ваши лучшие качества. Господь говорит так, «Приди ко мне таким, как ты есть». Слава Богу, это открытое приглашение, а не список избранных. Слава Богу, что в этот список входят все. Слава Богу, что не нужно святое белье или определенный уровень интеллектуальных способностей. Слава Богу, что не нужны особые связи или знания страшных секретов. Бог говорит, «Приходите все как один». Вот к какому Богу мы служим. Заметьте, что все религии, кроме христианства, учат тому, как человеку приблизиться к Богу, найти свой путь и доказать свою пригодность. Но наш Бог сам пришел к нам. И вот пункт номер один. Богу комфортно рядом с вами. Услышьте меня. Иногда мне кажется, что люди этого не понимают. Слушая молитвы некоторых людей, понимая, что они не знают о том, что Богу комфортно рядом с ними, им кажется, что они недостойны или не заслуживают общения с Ним. Они говорят, «Если на то воля Божия, то я хотел бы исцелиться». Ну, конечно, на это есть воля Божия. Но не знаю я, хочет ли Бог это сделать. Бог вас любит. Придите и посмотрите на его дела. Я хочу быть благословленным, но не знаю, хочет ли этого Бог. Мне кажется, что я какой-то неправильный. Каким бы вы ни были, Богу комфортно рядом с вами. Давайте вместе порассуждаем над этим. Я встречал христиан, которым некомфортно даже рядом с людьми. Посмотрите, что говорит Библия в Евангелии от Луки. Это седьмая глава. «Фарисей пригласил Иисуса к себе на обед». Фарисеи — это люди, соблюдавшие много человеческих традиций и религиозных ритуалов, которые противоречат природе Бога и Иисуса. Один из фарисеев пригласил Иисуса к себе на обед. Иисус пришел к нему в дом и возлег у стола. Хочу показать, как это выглядело. Итак, он возлег. Давайте-ка, ну, примерно вот так. Ой, как хорошо-то. Я хорошо пообедал, а теперь я возлежу. Если вы возлежите, то вы расслаблены. Не так ли? Честно говоря, я сейчас тоже очень расслаблен. Я бы с удовольствием вздремнул сейчас. Слава Богу, очень расслабляет. Кто хочет, чтобы я продолжил проповедовать в таком положении? Нет, я так не могу, а то усну. Итак, Иисус возлег. Он был расслаблен. То есть даже среди фарисеев Иисус был расслаблен. Я знаю христиан, которые не могут расслабиться в присутствии неверующих. Я разговаривал с одним выпускником семинарии. Он сказал, я провел 4 года в семинарии, и теперь мне не о чем говорить с родителями. У нас нет ничего общего. Они же не христиане. Иными словами, ему некомфортно рядом с людьми, которым призывал его Бог. Слава Богу, что Иисус в доме фарисея мог расслабиться за столом. Фарисеи приглашали его, и он принимал эти предложения. А кому вас недавно приглашали в гости? Если мы общаемся только с христианами, но не общаемся с неверующими, то мы лишь узники религиозной культуры. Поймите, что Богу комфортно рядом с вами. Он не видит ваши грехи. Он смотрит на вас через призму Иисуса Христа. Я хотел бы пояснить вам то, о чем я сейчас буду проповедовать. Я буду говорить о том, что нужно оставить слишком тяжелые бремена и ерму. Это могут быть деловые отношения или дружба. Уверен, что Господь будет говорить с вами об этом. Оставайтесь с нами до конца. Потому что в конце я буду молиться за то, чтобы вы освободились от любых нездоровых отношений. Поэтому оставайтесь с нами, вы не пожалеете. Пункт номер два. Не соглашайтесь ходить под слишком тяжелым бременем или игом. Не соглашайтесь ходить под слишком тяжелым бременем или игом. Итак, Богу комфортно рядом с вами. Но давайте сделаем так, чтобы и другим людям было комфортно в нашем присутствии. И давайте приводить людей в Божие присутствие. Давайте любить людей, как та женщина, которая пришла к Иисусу и излила на Него свою любовь. Но ученики так и не поняли, что произошло. Когда Иуда предал Иисуса за 30 серебряников, а потом понял, что Иисуса собираются убить, то решил вернуть деньги. Но ему сказали, нет, нет, никаких возвратов. И Иуда пошел и повесился. Деньги взяли над ним вверх. Ну и последняя мысль. Послушайте меня внимательно. Не соглашайтесь ходить под слишком тяжелым бременем или игом. Мы говорили с вами о разных религиях и культах. Они говорят, мы разрешим вам войти, но у нас все покрыто тайной. Если вы участвуете в том, что покрыто секретностью, я думаю о том, что случилось недавно в Нью-Йорке. Вне всяких сомнений, тот парень состоял в каком-то культе. И я хочу сказать, не присоединяйтесь к чему-то, что вас обременяет. Некоторые взаимоотношения могут быть слишком сложными и тяжелыми. Как-то я разговаривал с одним пастором, он хороший человек, и вот он сказал, мне кажется, что мы можем стать друзьями. Да, это прекрасная идея. А он добавляет. Но я хочу рассказать вам свои условия для дружбы. Что? У меня есть условия, если вы хотите быть моим другом. И какие же? Вы должны быть достойны моего уважения. А я подумал, ну не знаю, какие у тебя критерии. Но для меня важно, нравишься ты мне или нет. Если нет, то с этим ничего не поделаешь. Вот как все просто. Я сказал ему, это слишком сложно для меня. Что это вообще значит? Он говорит, ты должен принимать мои подарки. Мои враги должны стать твоими врагами. А твои враги станут моими. И, хей, а взаимосимпатии уже недостаточно, что ли? Недостаточно того, что мы находим общий язык, а? Все как-то слишком сложно. Поймите меня правильно, я буду сражаться за моих друзей. Я от этого не отказываюсь, но мне не нужны все эти сложности. Если ваши отношения с кем-то слишком сложные и тяжелые, если после встречи с этим человеком вам всегда неприятно, то я советую вам не быть в этих отношениях. Давайте-ка откроем числом 25 главу. Шэрон взяла с меня обещание, что я буду вести себя хорошо, когда буду читать эти стихи. Я буду вести себя хорошо, и я решил вас предупредить об этом. Итак, пока Израиль стоял в Шеттиме, израилетяне начали развратничать с майвитянками, которые приглашали их. Здесь сказано, пока Израиль стоял в Шеттиме. Все дело в том, что они не должны были стоять в Шеттиме. Они должны были его пройти. Я очень стараюсь, но так написано в Библии. Они не должны были там оставаться. Они должны были пройти мимо этого места. Дорогая, как у меня получается? Хорошо? В предыдущей главе пророка Валаама наняли, чтобы проклясть Израиля, но он не мог этого сделать, потому что Бог благословил их. В следующей главе они пересчитывают людей, потому что решили двигаться дальше. Но пока они стояли в том месте, где не должны были стоять, то начали развратничать с майвитянками. Они не были призваны к тому, чтобы стоять там. Бог велел им идти. Вы слышите, да? Не становитесь под одной ермо с чем-то слишком тяжелым или слишком сложным. Будьте осторожны, потому что некоторые отношения не стоит завязывать. Они приглашали их на жертвоприношение своим богам. Народ ел и кланялся их богам. Так Израиль сочетался, стал под одной ермо с Баал-Пеором, и Господь разгневался на Израиль. Хочу показать вам, что такое ермо. Посмотрим на парочку волов под одним ермом. Библия говорит, что помазание ломает ермо. Посмотрите на экран. Когда вы присоединяетесь или становитесь под одной ермо с тем, к чему Бог вас не призывал, но, может, это неправильный бизнес-партнер или неправильный парень или девушка, Библия говорит, не становитесь под одной ермо с неверующими, не присоединяйтесь к чему-то слишком сложному или тяжелому. Итак, не становитесь под одной ермо. Отношения могут быть разными. Иногда они слишком сложные, и я советую вам не обременять себя ими. Не становитесь с ними под одной ермо. Выйдите из-под этого ерма. Помазание разрушает ермо. Иисус сказал, мое ермо легкое, и бремя тоже легкое и благое. Бог не хочет, чтобы вы участвовали в чем-то сложном и тяжелом. Попробуйте встречаться с неверующим и увидите, каким будет ваше воскресенье, когда вы скажете, «Я хочу пойти в церковь», а он этого не захочет. Если вы в браке с неверующим человеком, вы хотите давать десятину, а он — нет. Если вы объединяетесь в бизнесе с человеком, у которого другое видение и другие ценности, «Я хочу, чтобы этот бизнес финансировал Царство Божие». А ваш партнер этого не хочет, и вам придется приходить к согласию. Аминь. Не нужно становиться под ермо. В некоторых церквях говорят, «Если вы покинете эту церковь, с вами произойдет что-то плохое». Здесь вы под помазанием и Божьей защитой, но если вы уйдете, это уже попахивает культом. Это как-то нездорово. Слишком сложно. «Ходите в нашу церковь, но если Господь призывает вас в другое место, то будьте там, мы вас благословляем». Я не буду говорить, «Видите, у него рак. Все потому, что он ушел от нас». Нет, Боже, помоги нам никогда так не думать. Но я слышал, как люди говорят такое. Это неправильно и нездорово. И Бог не хочет, чтобы вы обременяли себя подобными вещами. Вы хоть что-то получаете для себя? Вы что-то получаете из этого послания? Ну же, получаете или нет? Молодые люди, не становитесь под одной ермо с неверующими. Даже не начинайте встречаться с ними. «Пастор, ну я же так одинок». «Глупый будильник». «Перестань пищать. Я услышал тебя с первого раза». «Видите, это слишком сложно». У вас такое было? Кто-то объясняет вам бизнес-предложение, и вы соглашаетесь, но потом идете и размышляете над ним, и просите человека еще раз объяснить вам все, а потом вы все-таки понимаете. «О, это слишком сложно и тяжело для меня». Если это так, то не нужно обременять себя этим. Я окружил себя множеством советников. У меня хорошие навыки в бизнесе. Я разбираюсь в лидерстве. Я знаю свои сильные и слабые стороны, и часто люди предлагают мне какие-то проекты для церкви. Тогда я общаюсь с друзьями и спрашиваю их мнение. Например, мне нужно составить финансовый план для банка. А Тоби может мне сказать, «Стив, ты же понимаешь, что банку этого недостаточно. Их это не заинтересует». Пару лет назад правительство Америки решило разобраться с банковскими займами церквей. Нужно было привести бухгалтерские книги и остальную документацию в порядок. Мы тоже решили привести нашу церковь в соответствие с законом. И Тоби помог мне в этом. И сегодня, слава Богу, мы построили все, что хотели. Я не такой уж умный, но я окружил себя людьми, которые дают мне мудрые советы и консультируют меня в разных вопросах. Если кто-то говорит вам, «Никому не рассказывай об этом предложении!» Оно очень особенное. И решать нужно прямо здесь и сейчас. То бегите как можно быстрее и как можно дальше от этого. Надеюсь, вам понравилось это послание. Богу комфортно рядом с вами. Мы хотим, чтобы другим было комфортно рядом с нами и в Доме Божьем. И мы должны понимать, какие отношения являются слишком тяжелыми и сложными, потому что ярмо Иисуса легкое, а его бремя благое. Если вы не знаете Иисуса, то я хочу помолиться за вас. Давайте помолимся вместе. Просто скажите Господь Иисус, «Войди в мою жизнь и прости мне мои грехи. Я принимаю тебя как Господа и Спасителя. Я верю сердцем и исповедую устами, что теперь я христианин». Во имя Иисуса. Аминь. Если вы произнесли эту молитву, то я приглашаю вас в Вирджиния Бич, в Церковь Волна. Все детали по адресу, которые вы видите на экране. Если вы придете, то мы подарим вам эту книгу, которую я написал специально для вас. Она поможет вам возрастать в Боге. Станьте частью нашей семьи. Приводите к нам свою семью. Мы будем рады увидеть вас в Церкви в следующее воскресенье. А теперь я хочу помолиться за вас. Возможно, во время проповеди Бог говорил к вам, и вы поняли, что ваши отношения с Богом не основаны ни на каких условиях. Возможно, вы поняли, что вам нужно помочь другим людям чувствовать себя комфортнее рядом с вами. Если вы состоите в каких-то отношениях, которые слишком сложные, то я буду молиться и за вас тоже. Господи, помоги каждому из этих людей выйти из-под того ерма, которое мешает им и ограничивает их. Спасибо, Господь, что это слово меняет их жизни во имя Иисуса. Божиих вам благословений! Бог создал вас, чтобы вы влияли на других ради его царства. Ваше предназначение в том, чтобы помогать другим достижениях их мечтаний. Акцент лидерства Стива Келли рассказывает об основных принципах, которым он научился в личной жизни и в служении. Эта книга даст вам 10 критериев, которые помогут вам понять ваш потенциал и вести людей за собой. Вы можете заказать ее онлайн. Редактор субтитров А.Семкин